МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятикратный чемпион Европы у нас в гостях. Александр Алексеевич, мы вас рады видеть в очередной раз. Это уже традиционная для нас встреча и традиционная она после вашей очередной победы. Каждый раз, когда вы уезжаете на соревнования, мы всегда уверены, вы станете победителем, безусловно. И вот сегодня очень бы хотелось поговорить не только об этом, но в первую очередь, конечно, сейчас о последних соревнованиях и о том, как вам удается всегда одерживать победу. Ну, это кто занимается спортом, прекрасно знает. Труд, еще раз труд. Допустим, я себе не помню, чтобы я когда-нибудь пропустил тренировки. Если только в самолете или в поездке куда-то, и то приезжаю в какой-то другой город, я сразу нахожу спортзал и начинаю тренировать. Поэтому тут ничего удивительного нету, просто стабильные тренировки. Просто стабильные тренировки. Поэтому мне главное уже, когда я знаю, что когда соревнования будут, я к этому времени уже, так сказать, практически готов и успешно таким образом выступаю. Со скольки лет вы начали заниматься спортом, уже именно серьезно, профессионально? Ну, я спортом начал заниматься с 10-летнего возраста. Правда, я профессиональный боксер, я не пару легким занимаюсь только с 10-го года. А с 10-летнего возраста в Донецке, это было, на Украине, значит, я занимался боксом. Уже в 17 лет был мастер порта Советского Союза, потом трёхкратный чемпион молодёжного первенства Украины, потом в мореходном училище, потом и так далее, и так далее. Поэтому и с тех пор я скажу, что постоянно в спорте, постоянно в спорте. А говорю, я уже, как говорил, опору лифкингом, и тут уже в Гладиостоке приехал сюда, уже после окончания мореходки и так далее, и так далее. Это уже целая, другая тема, как говорить. Да, и тут уже тренером работал, и работаю, воспитываю своих воспитанников нового, мастеров спорта, которых воспитал и так далее. То есть я рад, что, так сказать, вклинился в эту струю, но вот и постоянно занимаюсь. То есть уже 7 лет, получается, вы в пауэрлифтинге, и это постоянные победы. Да, 7 лет уже. А почему именно это направление выбрали? Как так получилось? Получилось так, что, и опять-таки, возвращаясь к спортсменам, любой вид спорта, даже кто играет и в шахматы, и хоть неважно, в какие виды спорта, общий физикоподготовка играет основную роль. И именно основная физикоподготовка. Поэтому, работая тренером, я постоянно нацеливал своих спортсменов в общий физикоподготовку, чтобы они, так сказать, развивались гармонично и чувствовали себя более уверенно на ринге, когда чувствовали себя силой. Поэтому и у меня была очень мощная физикоподготовка. Это вид спорта такой, сами знаете, избранных, потому что не каждый может выйти на ринг. А потом, если сравнить советское время спорта и нынешнее время, это две большие разницы, как говорите, в Одессе. Тогда, действительно, спорт был на высочайшем уровне. Тренералка властная и так далее. Все бесплатно, все это было. Ну, доступно было. Поэтому основа была очень физикоподготовка. И вот в 2010 году проходили соревнования здесь местные. Мне попросили выступить, попробовать. И я пошел, пожал, никого нет. Ну, у меня есть сразу на чемпионат Европы. И с тех пор я на России не выступаю. Мне там неинтересно. Я только на Европе, на мир езжу. Расскажите о последних соревнованиях, как они прошли. Да, ну, да. И с тех пор хочу сказать, что я уже шесть раз Европу выиграл, шесть раз мир выиграл. Вот шестой раз вот сейчас в Сербии выиграл. Да, там было 760 участников. Кстати, я был самым старше. Да, и противниками были мои соперники. Это Серб, Грек и Израиль. Но они были на год моложе. Там же как весовая категория и возрастная группа. Через каждые пять лет. Пять лет, пять лет, пять лет, пять лет, пять. Допустим, 40-45 весовая категория. 45-50 весовая категория. И так до 100. Ну, начинается с 14 лет. Там девочка выступает, и мальчик выступает. 14 лет. Ну, очень строго. Потому что или с родителями приезжает, или же тренеры обязательно, персональные. Потому что вид спорта, извините, это тяжести все же. Вот, поэтому 760 участников я установил мировой рекорд и заставил играть гимн России. Мне очень приятно. Я вам скажу, что берет. Вы знаете, берет. Хотя уже, собственно, я уже, как говорится, привычный в этих делах, но тем не менее, когда заставляет гимн России подняться в зале зрителям встать, это берет. Мы тоже, безусловно, вас поздравляем. И, конечно, это большая гордость, что есть такой спортсмен вообще в России, а тем более у нас во Владивостоке. Спасибо вам большое за то, что даете такой пример, в том числе, конечно, и подрастающему поколению. Да, вы знаете, я вам скажу, Анна, что это самое, вот сейчас именно этой работой я постоянно занимаюсь. Я не знаю, ну, может быть, то, что общественно, так сказать, на меня ложится это. Я считаю, что все видные спортсмены, никакого вида спорта в любом случае, должны встречаться с нашей молодежью. Должны разговаривать с ними. Должны внушать им, что такое здоровый образ жизни. А не сигареты, а наркотики, спиртное и так далее, и так далее. У нас это, к сожалению, на сегодняшний день я не вижу, чтобы прорешать, чтобы собирались спортсмены. Видно, у нас же есть, так сказать, спортсмены, которые достигают каких-то результатов. Им нужно обязательно, я имею в виду, спортивные комитеты города, края, должны их как-то в школах направлять. Есть же физкультура там в школе, чтобы эти спортсмены они видели. И не то, что, допустим, вот я газеты, я слежу за прессой и так далее, и так далее. И вот другой раз публикует. То депутат выступает, да, я занимался спортом, то-то-то, то-то, да, я занимался. Так расскажи, что нужно для этого сделать, чтобы все занимались. На сегодняшний день таких людей нет. Я вам говорю, что, потому что, во-первых, чтобы занималась молодежь, нужно им условия создать. А условия – это в первую очередь счастье, это капиталист дикий, что везде нужно все платить. Не каждый может заплатить ребенок, семья Николь за ребенком может заплатить. Я считаю, это вопрос нужно поднимать на уровне города, края и депутатского корпуса, чтобы хотя бы до 14 лет наши дети не платили за занятия. Потому что детский спорт, еще повторяю, что очень находится в загоне. Не все могут платить. А это очень метро. Я понимаю, что не платить, вы скажете там, или кто-то смотрит это телевидение там, допустим, кто владеет спортивным комплексом или залом, а как я говорю, если у меня аренда какая за свет, за тепло, за воду нужна. Правильно, все верно. Так есть городские власти, есть, так сказать, они же должны соберите всех этих спортивных комплексов, директоров. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы вы, дети наши, не платили. А не сказать, убери аренду на какой-то процент. Или в воду там такой-то. То есть уменьшите оплату аренды. И вопрос решится мгновенно. Вот я тренируюсь в чемпионе, тренируюсь в прекрасный зал. И вот на Оливудской, на Краснознаме 91, импульс. Вот в импульсе, допустим, насколько я знаю, 30 человек, журнал даже завел директор, 30 человек детей до 14 возраста не платят ни копейки. Разве это не показатель? Показатель. И он тоже мне говорит, ты хоть, ты там же властями туда скажи, ну пусть они хоть как-то аренду, хоть плату нашу. То есть вы сейчас говорите отчасти, конечно, и о персональном вкладе каждого спортсмена, либо человека, который владеет спортклубом. Да. То есть, как вы привели пример, сейчас есть такие люди, да, но тем не менее их не хватает. То есть вы говорите о том, что спортсмены должны привлекать и самостоятельно проявлять инициативу, да, в привлечении молодежи. Совершенно. Я правильно понимаю. Ну, конечно, это раз. Во-вторых, я вам скажу, что спорт, а тем более тренера, я вам по опыту знаю, что больше авторитет имеет, чем родители. Я не обижаю родителей. Допустим, что если мать или отец скажет, делай, а он скажет, да, я не буду, и они это пускают, попробуй тренеру сказать, что он не будет делать то, что я скажу. Я понимаю, о чем вы говорите. Никогда этого не скажет. Таким образом, формируется дисциплина ребенка. И чем раньше, тем раньше он войдет в спорт, тем меньше будет неприятности родителей. Это родители, я вам заявляю, авторитетно. Потому что я вижу своих учеников, они мастера спорта стали, высшее образование. Я не видел ни одного, чтобы передо мной кто-то коптел сигареты. Редкий случай, редкий случай и так далее. Потому что спорт – это тоже наркотик, только наркотик. Совершенно верно, особенно. Если можно сказать так, да, назвать это слово, дать ему положительную окраску, да, потому что спорт затягивает. Действительно, вы правильно говорите, если ребенка сразу отправить, направить в нужное русло, да? И родители не будут думать, где он там шляется, извините, по улицам. Он знает, если там нагрузится в спортзале, он никогда даже бегать не будет там с кем-то. И эту сигарету. А тем более, сейчас я, насколько я знаю, я информирован, что преступность помолодела, я имею в виду, в том плане, что... Возраст снизился. Наркотик уже, да, да. И это самое, это очень опасно. Потому что детский возраст уже начинает употреблять эти вещи. Ну, и потом еще знаю, так уже, по наблюдениям, мальчики начали меньше курить, девчонки больше начали. Именно девчонки. Вот выйди, обязательно смолят девчонки. Ребята, я так мало вижу, а у девчонки очень курят. Много. Поэтому это вопрос очень важный. Я имею в виду, надо спорткомитетом, кто отвечает за спорт в крае, в городе. Ну, соберите, трениров, так далее. Поднимите этот вопрос. Дома, ну, депутатов, вы же, елки-палки. Ну, надо же этот вопрос выдумать. Ну, тем не менее, хочется отметить и положительные стороны. Сегодня возвращают, уже точнее вернулись, нормы ГТО к нам. Приятная из советского прошлого, да, традиция вернулась. Тем не менее, действительно, проводятся какие-то, как вы видите, общегородские спортивные мероприятия, крупные, в которых с удовольствием участвует многое. Много молодежи. Я сам давал уже. Принимают участие. Ну, я не сомневаюсь, что вы, безусловно, сдали эти нормы. И, конечно, те, кто регулярно тренируются, и, слава богу, спорт, как говорится, вновь входит в моду. Пусть даже так, но, тем не менее, это здорово. И есть и другая сторона, опять же, в медали. Я хотела с вами об этом поговорить. Когда спортсмены увлекаются сегодня, так называемым, спортивным питанием. Я знаю, что вы сторонник исключительно традиционного, правильного питания. И я уверена, что вы не употребляете искусственные белки и так далее. Расскажите об этом. Как питаетесь вы, и что бы вы посоветовали начинающим спортсменам? Ну, есть много сейчас. Это добавки всевозможные и прочее так далее. Я на это реагирую очень отрицательно, потому что, ну, не знаю. И потом, видите, сейчас раздули, что делается в спорте уже, так сказать, в большом. Везде эти таблетки, везде, мол, все употребляют и так далее. И наши команды исключают и прочее, прочее. Что-то творится, вообще непонятно что. Да, мы тоже, вот я на Европе, на мире. Сейчас я опять готовлю соревнования, опять в Финляндию, на чемпионат Европы. И это самое, проверяет выборочное, выборочный допинг. Вот, поэтому я это не приемлю, хотя рекламы везде, что это полезно и так далее. Я не приемлю, я питаюсь, обыкновенное у меня питание, самое обыкновенное. Никаких у меня нету, так сказать, вот это ем, а это не ем. Что хочу, то я ем. Почему? Потому что я не боюсь. Вот вес у меня стабильный постоянно. Я не боюсь то, что там я вес наберу или что-то, у меня не так получится. Потому что у меня большие нагрузки. Все компенсируется нагрузкой. Что съел, то и в спортзале оставил. Или в спортзале оставил, нужно набрать. Вот и все, обыкновенно. Питайтесь нормально, ну и введите, уже это слово, так сказать, уже такое, введите здоровый образ жизни. То есть занимайтесь спортом. И все, не надо ничего врезать там, ничего не надо. Это все, он в рекламу посмотришь, показывает, это есть, это не есть, это, это и прочее. Потом не думаешь, а что есть тогда, если ничего не есть. А не могли бы вы, Александр Алексеевич, вот примерно перечислить, понятно, что не постоянный свой рацион подробно. Но вот какие продукты обязательно регулярно вы употребляете? Ну, углеводы, белки – это железно. Допустим, я без творога, без меда, без сметаны, без яиц, ну, курица, рыба. Это обязательно будет, это обязательно, я употреблю мясо, я практически не ем. Не знаю почему, но я просто не ем его. А вот курочку, рыбу, да, это и творог, люблю очень творог, и с медом, сметаной. Ну, и кофе тоже, чай тоже практически, посмотришь, это, которые этих… В пакетиках растворены, да, да, в пакетике, там химия одна, там ничего. А так, второй раз, там, какао возьмёк, порошок какао размешал, выпил, и всё, и водичкой запил, и нормально. Вот я вам пришёл на передачу, тоже самое ел, то, что я вам сказал. А овощи, фрукты как часто? Тоже овощи, фрукты, тоже опять жду, когда всё же появятся наши, российские фрукты и овощи. А то посмотришь, что, чёрт знает, откуда они там, не ведут, везут и прочее, прочее, и не гниют, и все краснеют, лежат и лежат годами, краснеют всё. Да, к сожалению, здесь тоже нужно очень выморочно сегодня относиться, но, тем не менее, уже опять же появляются наши продукты на рынках, поэтому я думаю, что мы на правильном пути находимся сейчас. Конечно, поэтому… Давайте сейчас делаем небольшую паузу, мы прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Александр Алексеевич, вот вы говорили, что предстоят ещё несколько соревнований вам, достаточно скоро, да, вы вообще очень часто путешествуете по разным странам, по разным городам, участвуете во всевозможных соревнованиях. Расскажите, какие ближайшие? Мне вот этот вопрос интересный, путешествуя по разным странам, вы знаете, меня совершенно это не берёт. Во-первых, я капитан дальнего плавания, я и вообще поездил очень много, мне это не интересует. Мне прежде всего, как сажусь в самолёт, я думаю, как эту штангу поднять, мне самое главное. Вот мне задали вопрос, вот я был в Чехословакии, в Праге, да, и говорю, ну как там Прага? Я говорю, всё, чёрт я знаю, такие же люди ходят. Я штангу поднял, сел в этот самолёт и влетел. Как? Ты право не смотрел? И я же говорю, я приехал на соревнования. Если приехал я отдыхать, тогда мне и театры, и библиотеки, и прочее, всё интересовало бы. А мне тут одна задача – стать чемпионом. Вот и всё. Поэтому я стараюсь, я уже знаю, когда день у меня выступления, я стараюсь, допустим, за 2-3 дня приехать, сделать своё дело и сразу линяю. То есть билеты уже мне закуплены, всё прочее и так далее. Поэтому, да, мне это не интересует. Я страны много видел, поэтому везде всё одинаково. Тем более сейчас. Мы же приравнялись, так сказать, уже, ну, ничем не удивишь. А в ближайшее время, я же говорю, у меня вот сейчас Европа, это Финляндия, потому что нужно обязательно Европу, а впереди и мир, чемпионат мира в Москве с 1 по 8 ноября. Поэтому без Европы, ну, как-то не получится. Надо проверить себя, подготовиться, и тем более в столице своей надо обязательно выиграть. Поэтому вот мне две такие встречи. А я, собственно, и каждый год так и езжу. Две, два соревнования, два-три соревнования, максимум три. Потому что, сами знаете, сейчас всё платное, сейчас везде спонсоры ищут и так далее. Даже на олимпийские виды спорта и то, так сказать, денег не хватает. Хотя деньги выделяются, куда они идут, непонятно. Вот. Вы также хотите поставить перед собой цель, один мировой рекорд вы побили, а вы хотите попасть в книгу рекордов Гиннесса. Да, и попаду. Расскажите нам об этом. Ну, рекорд Гиннесса там, я не знаю, но это же нужно, наверное, до 100 лет выходить на помост. Так-то вообще там непонятно. Я уверена, что у вас это впереди. Ну, цель-то есть, а как получится, главное, что не пересердствовать. Потому что тяжести в моём возрасте, конечно, это смех смехом, но он, конечно, опасный всё же. Вот я хотела, конечно, об этом спросить. Всё-таки врачи наверняка удивляются, когда вы приходите в очередной раз. Да, врачи, я проходил, врачи тут, мне все смотрели, там вот, я проходил комиссию, в чемпионе есть там, так сказать... Консилиум даже с окраиной. Центр врачебный, да, там посмотрели. Ну, и говорят, удивляйтесь, что в моём возрасте, значит, никаких отклонений, по крайней мере, нет. Вот, ну, я чувствую себя прекрасно. Учила бы у меня тяжёлый тренировок, сегодня у меня отдых. Вот с вами только разговариваю. Сегодня я отдыхаю. Вы параллельно с очень активной спортивной деятельностью совмещаете и литературную. Все знают, что вы председатель Союза писателей Приморского края. Россия. А, о, Россия, да. Расскажите, пожалуйста, об этом. Какие сейчас происходят основные события в этой сфере? Вам также предстоит одно из крупных мероприятий. Ну, в этом, вот этот план тоже мне. Всё время у меня две части такие, как я общественный деятель. Мне, значит, вот тоже очень волнует это наше подростковое поколение. Я недавно вот в 46-й школе выступал. Это самое. Я по школам выступаю, когда меня приглашают, я выступаю. Потому что вот и в Двиму, где я заканчивал, второй факультет заканчивал, в Двиму приглашали. В таможнюю академию очень здорово там принимали меня и так далее. Потому что я разноплановый, так говорят. Там и море, и спорт, и литература, и там, ну, и всё остальное. Да, поэтому мне, когда я иду, мне очень много вопросов задаёт. Очень много вопросов задаёт. И вот вопрос по литературе, какой мы сейчас коснулись этого вопроса, очень-очень волнует. Вы знаете, я уже руковожу писательской реализации 20-й год. 20-й год уже руковожу и так далее. У нас численность писателей в Приморском крае и в Владивостоке 53 человека. Это разноплановые, так говорят, писатели разных направлений. Кто о природе, кто о животных, кто о море, кто детективы, кто криминально пишут и так далее. Очень талантливые есть, так сказать, писатели. У нас недавно ушёл в жизнь Деменок Михаил Степанович от Ночинского района. Очень писал много о природе, о животном мире и так далее. Очень интересный со всех сторон. И мы добились, специалистская реализация добились, чтобы... И, кстати, хочу акцентировать анучинское руководство, что они пошли нам на встречу и назовут улицу именно Деменка Михаила Степановича. Мы очень довольны, что наша просьба, наше, так сказать, обращение, что такой человек оставил вслед в своей жизни, они пошли на встречу. Я очень благодарен этим руководству Ночинского района. Вот, поэтому, как сказать, встреч должно быть масса. Нас должны приглашать школы, институты и так далее. Я же говорю, выборочно приглашают. Ну вот почему-то школы... Вот я был руководством наших, так сказать, учебных заведений, среднеучебных заведений, там, этой лицеи, эти колледжи, школы и так далее. Разговаривал с руководством и так далее. Говорю, мы готовы, давайте нас приглашайте везде. Мы же не будем ходить, навязывать себе и так далее, и так далее. Приглашайте, все будем, все прочее. На сегодняшний день уже март месяц, это было в декабре месяце, тишина. Представляете, разве можно так? Вот смотри, я сравниваю сразу советское время и это время. Тогда я полтора... Я еще один год был, тогда уже членом Союза писателей России. СССР, потом через год стала Россия. Так вот, писатели СССР, их приглашали, они же, говорю, платили им деньги, 30, не то 40 рублей за выступление. Что такое 30 рублей в то время? Это инженер получал 120, а тут за одно выступление, за полтора часа. Даже деньги. Сейчас ничего не надо, только приглашайте на школу русского языка и так далее, соберите участника и так далее. И, вы знаете, тишина, это меня очень тревожит. И когда я встречаюсь с этим участниками, они совершенно не читают. Они все находятся в телефонах. Все до единого. Я вам скажу, про кого есть? Все вот так. Ну, вы сами, что вам говорить? Вы наблюдаете это самое? Они все с телефонами. Они... Если книжку видишь, это... Это уже странно, да? Что-то ненормально человек получается. А ведь литература, она делает личность человека. И именно с литературы становится личностью человека. На основе ее духовное, ее воспитание. Ты можешь быть великим химиком, математиком. Но если ты не знаешь литературы, и ты знаешь истории нашей страны, ты не можешь считаться высокообразованным человеком. Не можешь считаться. Академик ты будешь, эти истории литературы, все равно ты не высокообразованный человек. Поэтому здесь нужно акцентироваться. Нужно, чтобы люди читали. Тем более, я вам подскажу, вот, родители, пожалуйста, семейное чтение делайте дома. Братик, пусть сестренки маленькие читают. Вы братику читаете и так далее. То есть семейное чтение нужно делать. Школа это не может себя хватить. Все зависит от родителей. Таким образом они будут, потому что в каждой книге, какой бы жанр ни был, есть положительный отрыв. Есть любовь, есть ненависть, есть преданность, есть, так сказать, предательство и так далее, и так далее. Герои-то разные. И чем раньше будь ваш ребенок, я обращаюсь уже к зрителям, читать книги, тем больше будет взрослеть, как говорит народе, не по годам. И вот будь меньше делать ошибок. Вот вопрос-то в чем. А в компьютере, смотри, что сейчас творится в интернете. Я считаю, что это неправильно. Надо все же, да, с поводу слова все понятно. Но фильтровать-то, сколько самоубийств, столько институтов проходит, а? Да, девчонки молодые и так далее, нас смотрится и все прочее. У нас до 7 тысяч человек в год только молодежью убивают, падают, так сказать, самоубийством занимаются. Нельзя это делать. Потом дальше, я хотел бы, тут вопрос очень важный, коснуться этой, опять-таки, школы по части русского языка, опять-таки. Нужно вернуть всю литературу на место свое. Вот госпожа Васильева, опять пришла новая, это самое, уже отменила. Тостоевского, Толстого, мол, дети современные не смогут, так сказать, понять этих авторов. Я считаю, что Васильева просто оскорбила наших детей, наша талантливая молодежь. Ну, просто верните то, что было в советское время. И больше ничего не надо. Верните русский язык на место. Александр Алексеевич, к сожалению, наше время вышло, нам пора заканчивать. Я единственное скажу, кто, значит, занимается литературой, молодежью, у нас в Союзе писателей работает кружок начинающих литераторов. Пожалуйста, звоните, мы вам скажем, какое время, есть очень преподаватель, персонал и так далее, приходите нам в Союз писателей, молодежь, и мы будем с вами растить свою смену. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, спасибо вам большое за то, что вы делаете, побед вам на предстоящих соревнованиях. Ну, а мы, в свою очередь, будем ждать вас победителем у нас в студии. Да, опять встретимся. Опять встретимся, спасибо, что пришли к нам. Пожалуйста. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.